Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Не люблю себя, вижу свои грехи, не могу их побороть, поэтому не принимаю и не люблю себя. Как же мне тогда возлюбить ближнего, как самого себя? Действительно, особенно после долгой попытки осуществить христианскую жизнь, очень часто мы чувствуем такое в себе тяжелое разочарование. Не получается, иногда человек годами, десятилетиями искренне кается в одних и тех же грехах, не может их побороть и начинает себя отвергать. И, к сожалению, это не имеет никакого отношения к возрождающему, дающему жизнь в Боге покаяния. Что можно себе сказать? Можно напомнить, что меня любит Господь. Если у моего любимого человека есть что-то, что ему дорого, я никогда не буду относиться к этому каким-то пренебрежением. Вот мы все это, семейные люди, проходим, когда мы создаем семью, и вдруг оказывается, как всегда, вдруг после свадьбы, потому что мы на это не рассчитывали, оказывается куча родственников. Там у девушки, у юноши, которые хотят продолжать с ним общаться в том же режиме, которому он нужен. В том режиме, который был до свадьбы. И наша задача для начала хотя бы построить с ними хорошие отношения, а у христианина задача полюбить этих людей, хотя мы их не выбирали. Но поскольку это родители моего мужа или родители моей жены, я не могу разрывать с ними отношения, кроме крайних случаев, когда они склоняют в тяжкий грех или разрушают семью. Это отдельный разговор. Я их должен полюбить. Также можно сказать о себе. Вот в первом послании Иоанна Богослова есть удивительные слова. Это 4 глава, 11 стих. Возлюбленный. Если так возлюбил нас Бог, то мы должны любить друг друга. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот суть христианской веры, если сжать символ веры весь, все догматическое учение до одной фразы. Как выразить суть того, во что я верую? Я как христианин. Вот можно этими словами. Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее. Это то, во что мы верим. Мы верим, что мы любимы, что любовь есть пронизывающая все основа будущей вечной жизни в Царстве Небесном. любовь Божия к нам проявляется и растет в нашем таком осознании, потому что мы тоже ее не сразу все понимаем. Она растет вместе с нашей христианской жизнью. Должна расти, потому что должно расти смирение, которое рождает в нас видение своих грехов. И удивляясь долготерпению Божьему, его заботе о нас, мы все более и более проникаемся в любовь к Богу. Если мы унываем, если мы отвергаем себя, значит, наша церковная жизнь не затрагивает нашей гордыни. Потому что уныние, описанное в вопросе отношения к себе, это, конечно, проявление уныния. Это оборотная сторона гордыни. Смиренный человек никогда не унывает. Наоборот, тебе простили такой огромный долг. Тебя продолжают не просто принимать, а любить. Как ты можешь с пренебрежением относиться к себе, когда тебя Бог так любит? Грех надо ненавидеть, а грехе надо болеть сердцем. И эта боль остается с человеком навсегда. У святых отцов многократно. Это фактически такой технический аскетический термин. Сердечная боль или болезнь сердца. Она остается с человеком, любящим Бога, который не может принять в себя греховного. Переживает об этом, мучается этим, болеет этим. Но, тем не менее, он, можно так сказать, что себя любит. Здесь это слово не подходит. Мы, христиане, обычно это не употребляем, такое выражение. Но Бог предполагает это, что человек зиждется и вообще строит все, что есть в нем, христианин, в его бытии, постепенно строит на фундаменте любви, для того, чтобы войти в Царство Небесное. Поэтому мысли, пренебрегающие собой, если они идут от гордыни и не приводят к смирению, надо отсекать, конечно, эти помыслы. Они от дьявола, они не от Бога. Смирение, настоящее смирение, которое рождается от видения своих грехов, рождает в человеке умиление, благодарность Богу, еще большую любовь и еще большую преданность. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...